Нынешняя неделя в библиотеке имени Грина посвящена родному краю. Сотрудники отдела краеведческой литературы уже провели игровые программы. А накануне стартовал конкурс знатоков творчества Владимира Короленко. Его участники – юные краеведы, книголюбы со всей области. Каждый такой конкурс доказывает, что любовь и чан к родному краю, к литературе и творчеству писателей, которые воспевают родную землю, не угасает. В этом зале собрались юные краеведы-книголюбы почти со всей Кировской области. Всего 13 команд. Знатоки Унинского района прошли огонь и трубы районного этапа. И теперь кроссвордами, письменными и устными вопросами их уже не испугать. Сейчас мы уже не волнуемся. Мы волновались в первый день, потому что мы первый раз здесь. Все новое, необычное. А сейчас мы уже не волнуемся. Как будет, так будет. Но настрой боевой. Встречи юных краеведов проходят больше 20 лет. Их организует Центр детского и юношеского туризма экскурсий города Кирова совместно с областной библиотекой имени Грина. Мероприятие включает три этапа. Презентацию команд, конкурс чтецов и конкурс знатоков. В этот раз встречи посвящены 135-летию вятской ссылки Владимира Короленко. Поэтому и на литературном конкурсе проверяют знания биографии писателя и его произведений. Повести и слепой музыкант, и дети подземелья, а также очерка «Чудная», который был написан во время ссылки. Мы не берем большое количество произведений. И нынче вот вообще мы посвящаем, иногда мы посвящаем двум-трем писателям. А нынче мы посвятили одному писателю. И произведений, как видите, не очень мало. Но зато мы как бы копаем вглубь. Вот очень подробно рассматриваем, обсуждаем эти произведения. В конкурсе знатоков первое место занял Котельнический район, второе – Афанасьевские и третье – Вятские поляны. Награждение победителей областных встреч состоится в Центре детского и юношеского туризма. Милана Поварницина, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.